Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка, меня зовут Юрий Моша. Я недавно снимал видео, где показывал фабрику по упаковке продуктов питания, которая находится в Бруклине. Эта фабрика продается, хозяева с помощью покупки этой фабрики получили визу Е2, они с Украины. Сейчас они по семейным обстоятельствам уезжают в другую страну, у них один из членов семьи живет в Европе, ну и вынуждены просто уехать. Поэтому и продают фабрику. И мне задают много вопросов те зрители, которые посмотрели этот сюжет, сколько фабрика зарабатывает, какие налоги платятся, сколько человек работает. Я готов вам предоставить эту информацию и готов вам дать телефоны владельцев, но вы должны понимать, что люди, которые занимаются бизнесом в США, да и не только в США, но в США особенно, они ценят свое время. И просто поговорить, узнать, и если у вас нет реальных намерений, то, наверное, они не будут с вами разговаривать. Поэтому если у вас реально есть намерения, реально есть эти деньги, которые стоит эта фабрика, она стоит 220 тысяч долларов, то тогда, конечно, мы дадим вам контакты, и вы можете пообщаться с владельцами, задать все вопросы. Они очень хорошие люди, я с ними недавно познакомился, но всегда, знаете, когда первый раз знакомишься с человеком, ты понимаешь, можно ему доверять, стоит с ним работать или не стоит с ним работать. Но вот у меня первое впечатление, когда первый раз они пришли в офис, мы с ними поговорили, сложилось очень положительно. А потом я когда приезжал уже снимать видео, это впечатление подтвердилось, что люди, с которыми можно вести диалог, и сейчас мы общаемся периодически. То есть у меня мое мнение не поменялось об этих людях, я считаю, что им можно доверять. Поэтому вы можете с ними пообщаться, дать им все вопросы, они дадут вам все ответы. Но вы должны понимать, что они люди деловые, еще раз повторяю, если у вас просто праздный интерес, а как бы так вот узнать, то, наверное, все-таки вам не стоит звонить. А если вы хотите купить фабрику и получить, вы можете и L1 программу рассматривать, это грин-карта через покупку бизнеса, у вас, правда, должен быть бизнес в своей стране, либо Е2 программу. Она, правда, есть не для всех стран, L1 для всех стран постсоветского пространства, Е2 не для всех. Но это уже мы, если вам надо, дадим адвоката иммиграционного, который вам все это расскажет, подходите вы или не подходите. Значит, и еще что хотел сказать. Я вот, возвращаясь к тому, что серьезность намерения, я когда приехал в США, первый год, я был удивлен, когда спросил, поехал в Майами и спросил у риэлтора, а вот я хочу посмотреть квартиру, вы можете мне там показать, может быть, я ее куплю. У меня, ну, на самом деле, был, наверное, праздный интерес, то есть, мне больше хотелось просто посмотреть, чем я располагал той суммой, которая стоит эта квартира. И риэлтор меня сразу поставил на место, я понял, что я не прав. Он мне спросил, а ты можешь мне показать банковский стейтмент, что у тебя есть деньги хотя бы на 40% на кредитный первый вздос, если ты будешь квартиру по ипотеке взять, а лучше покажи 100%, что квартира там стоит 200 тысяч долларов. И я понял, что действительно, вначале я как бы был удивлен, а потом я понял, что человек дорожит своим временем, и он не хочет просто так возить и показывать человеку квартиру, если у него нет денег. Поэтому я вот это видео, знаете, как делаю специально, вот мы много сейчас бизнесов всяких предлагаем и работаем с известными бизнес-брокерами, здесь ценят свое время. Я вам просто хочу объяснить на этом примере, что, видите, даже требуют показать деньги, что у тебя есть действительно деньги, а тогда уже будут с тобой разговаривать. Поэтому, ну вот такие тут правила, и это нормально, я считаю. А некоторые скажут, а что это, я покупатель, вы тут должны передо мной плясать и делать все, что я хочу. Ну вот не всегда так. То есть покупателям это хорошо, покупателям надо уделять внимание, но в то же время покупатель должен показать, что у него есть тот доход, который, или те деньги, которые он хочет потратить на покупку бизнеса или недвижимость. Так что вот такие вот правила в Соединенных Штатах. Хотите купить фабрику продуктов, пожалуйста, звоните. Хотите какой-то другой бизнес, пожалуйста, звоните. Мы сейчас готовим, кстати, предложение по различным бизнесам стоимости от 10 тысяч долларов. Это франчайзинговые проекты. То есть человек приезжает, у него есть 20-30 тысяч долларов. И он думает, а чем я бы, я хочу работать на самом деле себя, не знаю, бассейны чистить, либо там красить дома, либо еще что-то открыть. Вот могу ли я открыть бизнес, даже не зная языка? Можете. Купив франшизу, вы можете, вам будет полностью настроен бизнес. Вы можете взять управляющего, который говорит на английском и фактически заниматься своим бизнесом. Я сейчас подготовлю несколько таких бизнесов и расскажу. То есть мы переведем с английского на русский язык все презентации и расскажу об этих бизнесах. Так что вот даже с маленькой суммой вы можете приехать в Америку и начать свой бизнес и не работать по найму. Вот такая информация. Телефон плюс 1 646 477 05 00. Звоните, спрашивайте, не стесняйтесь, всегда всем отвечаем. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok